Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 22 по 24. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Даниила. Глава 10, стихи с 22 по 24. Речи Господь своим учеником, «Вся мне предана быша от Отца Моего, И никто же весь, кто есть Сын, токмо Отец, И кто есть Отец, токмо Сын, И мужащий хочет Сын открытий. Я братья ко учеником един рече, Блаженье очи, видящие я же видите, Глаголюбовом, яком в нозе пророции царей восхотеша видите, Я же вы видите и не видеша, И слышати, я же слышите и не слышаша». Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «И обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом Моим, И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, И кому Сын хочет открыть?» И обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари Желали видеть, что вы видите, и не видели, И слышать, что вы слышите, и не слышали». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат слова Спасителя, обращенные к ученикам. В 22 стихе Господь наш Иисус Христос говорит Своим ученикам об особом характере отношений между Ним и Богом, приоткрывая тайну Своего Богосновства, насколько апостолы могли ее вместить. «Все предано Мне, Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Позже, в 4 Евангелии, возлюбленный ученик Христов скажет об этом более открыто, вложив в уста Иисуса такие слова «Я и Отец одно, и, видевший Меня, видел Отца». Архиепископ Аверкий Таушев замечает, что Спаситель подразумевает следующее «Все отдано под власть Его, и мир телесный видимый, и мир духовный невидимый. Отдано все это не как Сыну Божию, Которому всегда свойственна такая власть, но как Бога-человеку и Спасителю людей, для того, чтобы Он мог обратить все это ко спасению человечества». Если учитывать тот факт, что свое Евангелие апостол Лука писал для христиан из языческого, то есть эллинистического мира, то стоит отметить, что в самой философии древних греков существовала глубокая пропасть между материей и духом, человеком и Богом. Они говорили, «Очень трудно знать Бога, а если узнаешь Его, то невозможно рассказывать о Нем другим. Но пришедший в мир Спаситель сказал, «Видевший Меня, видел Отца». Святитель Кирилл Александрийский пишет, «Видящий Сына, имеющего в себе образ Отца, видит самого Отца. Сын открывает Отца, сам проявляясь в Нем, как в прообразе, и являя, в свою очередь, первообраз в Своем образе». Это следует понимать подобающим Богу образом, «Поскольку Он сказал, «Все предано Мне», то, чтобы не показалось, будто Он иного происхождения и меньше Отца, Он добавил и это, чтобы показать, что Его природа таинственна и непостижима, как и у Отца. Ибо только божественная природа Троицы познает сама себя, только Отец знает собственного Сына, плод Его природы, только божественное порождение познает Того, от Которого оно родилось, только Святой Дух знает глубины Божии, то есть мысли Отца и Сына». У Спасителя не было цели открыть полноту понимания природы Триединого Бога. Это произойдет позже, после сошествия Святого Духа на апостолов. А в тот момент Господь не столько говорил людям о Боге, сколько показывал Его, потому что Сам был Богочеловеком. Блаженный феофилакт указывает, «Отец все предает Сыну, все дела домостроительства нашего спасения. Поэтому ради нас не воплотился ни Отец, ни Дух, или пострадал, или воскрес, но все это совершил Сын. И Он сделался вождем нашего спасения, поэтому Он и говорит, что все Ему предано». Господь вновь особо обращается к Своим ученикам со словами, «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Иными словами, Христос говорит следующее, «Я тот, которого ожидали все пророки, святые и цари, и которого они желали видеть». Блаженный Феофилакт раскрывает нам смысл слов Спасителя, рассуждая так. Древние пророки и цари, хотя и сильно желали увидеть Господа во плоти и послушать Его, однако ж не удостоились этого. И поскольку Он выше сказал, что тот знает Отца, кому откроет Сын, то теперь ублажает учеников, как получивших уже это откровение. А этого блага не достиг никто из тех святых, которые жили до явления и действования Сына Божия во плоти. Поскольку же они не видели во плоти Господа, через Которого познавался Отец, то значит, они и Отца не видели, так, как видели апостолы. Иисус – это вершина, к которой стремится человечество, цель, к которой оно направляется. Мечта Божьих людей, потому что в нем человек встречается с Богом. Спаситель одновременно воплощает в себе совершенство человеческого и божественного. Мир, в котором мы, дорогие братья и сестры, живем сегодня – это мир, преображенный Христом. Богочеловек Иисус пришел в этот мир для спасения каждого человека, дабы каждый из нас мог почувствовать любовь Бога Отца к Своему творению, которое Он передает, вручает Своему возлюбленному Сыну. И действительно, блаженны, то есть счастливы те, кто осознает и принимает эту благую весть. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господи!